Тучи обидел маленький кровь, Который по тучам стучал кулаком. Тучи обидел маленький кровь, Который по тучам стучал кулаком. В этот день в соборе Петра и Павла вновь звучали звонкие детские голоса. Слушатели в переполненном зале не уставали аплодировать, а юные вокалисты, воодушевленные теплым приемом, старались чисто брать ноты, не забывая, однако, улыбаться. Ведь в город пришла весна, а с весной и хорошее настроение, и предчувствие самой веселой для ребятни поры – летних каникул. И летели под своды старого храма звуки классической музыки Баха, Моцарта и Римского-Корсакова, задорных детских песен на стихи Успенского, Чуковского и Токмаковой. В сопровождении органа исполнялись духовные произведения. Хор младших классов детской музыкальной школы номер два, вместе со своим руководителем Людмилой Кузиной подготовил к этому фестивалю удивительную программу. Все четыре номера были не похожи друг на друга. Духовная месса сменила с пением акапелла, а русские народные перепевы – забавной израильской песенкой. Мне останется хорошо, когда я пою, и мне нравятся веселые песни. Пение – это радость, которую, если ты любишь петь, это радость. Я люблю петь, потому что я приношу другим людям радость, что они радуются, когда я пою. Мне нравятся песни больше всего веселые, такие жизнерадостные. Мне очень нравится, когда хлопают мне. А кто за тебя болеет обычно на концертах? Дедушка. Я хочу стать звездой на весь мир. Почему? Ну, потому что мне нравится петь. Я хочу, чтобы все люди восхищались моим пением. Мне хотелось бы сказать, что хоровой класс – это один из предметов музыкально-теоретического цикла. И в нем поют ребята самых разных специальностей. Вот девочки, которые перед вами выступали, были две скрипачки – пианистка, вокалистка. И у них ощущения, конечно, разные. Помимо того, что хоровой класс развивает слух, музыкальную память, развивает эмоциональность, это, конечно, еще предмет здоровья, потому что это дыхание, дыхательные упражнения. По сути дела, никто из вокалистов никогда не болеет тот, кто поет воспалением легких. Да, строгому жюри в составе руководителя творческой лаборатории дирижеров-хорместеров северо-западного региона Людмилы Жуковой и преподавателя хоровых дисциплин Санкт-Петербургской музыкальной школы номер 33 Натальи Шляховой на этом творческом конкурсе пришлось нелегко. И младшие, и старшие школьники показали достойный вокал, отточенное мастерство и артистизм. Безупречно, как всегда, выглядел и звучал хор Канталия из поселка Советский. Сегодня он носит имя его основательницы Веры Кобзарь и руководит коллективом выпускницы Веры Владимировны Гайне Мириманян. Очень хорошие дети достались, потому что мы продолжатели традиции Веры Владимировны Кобзарь. Директора и, конечно, главного хорместера поселка Советский, ну и, наверное, Выборгского района и Ленинградскую область, я считаю. Школа ее будет очень долго жить, дети научены. На самом деле, очень побольше было бы таких фестивалей и конкурсов для детей. Это все нас соединяет вместе. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...